Привет друзья! Сегодня мы научимся выполнять вращение штопора. Сперва разберем статичное положение тела, которое мы будем удерживать во время крутки. Встаньте боком к пилону и захватите пилон ближней подмышкой. Возьмите соконтыми руками за пилон примерно на уровне глаз, дальняя рука выше. Теперь, продолжая держать пилон подмышкой, переведите корпус и ноги вперед и в сторону пилона, за пилон, при этом прижимая бок и спину к пилону. Так вы держитесь руками за пилон сбоку, в то время как ваш корпус находится спереди пилона и уведен в сторону пилона и дальше, в сторону ближней руки. Чтобы сымитировать положение ног как во вращении, уведите ближнюю ногу прямой сильнее в сторону от пилона, а дальнюю согните, стойте в положении высокого выпада. В крутке ваша дальняя нога будет согнута сильнее, а в остальном положение тоже. Собственно, если вы хорошо чувствуете баланс, можете поднять согнутую ногу в полушпагат, держась на руках и второй ноге. Обратите внимание, что ваш таз оказался приподнят со стороны ближней ноги. Зафиксируйте данное положение и с другой стороны, а после перейдем к самому вращению. Встаньте боком к пилону, возьмите за пилон либо обеими слегка согнутыми руками узким хватом дальнее выше или только ближней, а дальняя сначала выполни дополнительный замах. Эти моменты мы подробнее разбирали в крутке карандаш, которую, кстати, полезно изучить перед штопором. Итак, выполните шаг вперед ближней ногой, затем ваша дальняя рука и нога выполняют круговой замах, который берет свое начало сзади, переходит в сторону и вперед, рука на пилон выше ближней, а нога прямая в сторону и вперед, где она сгибается. Подтягиваемся на руках, чтобы захватить пилон подмышкой, дальнее колено согнуто и направлено в сторону от пилона. Поднаблюдаем за движением таза. Вы должны перевести его вперед и в сторону пилона, одновременно поднимая ближнее бедро наверх и опуская дальнее. Ваш корпус и бедра как будто наматываются на пилон по спирали, отсюда пошло и название вращения. Когда ваша ближняя нога и таз ушли в сторону пилона и дальше, хорошо еще добавить небольшой прогиб в грудном и поясничном отделе и тянуть ближнюю ногу сильнее назад, увеличивая спираль. Положение ног в крутке полушпагат, ближняя нога прямая, дальняя, она же маховая, сгибается, колено направлено в сторону. Вариация положения ног – солнышко. Обе ноги согнуты, угол в колене примерно 90 градусов. Чтобы завершить крутку, опускайте ноги на пол, после завершите движение корпусом, как бы догоняя ноги, чтобы встать ровно. Не оставляйте корпус сзади, доводите его в вертикальное положение при приземлении или сразу после. Потренируйте крутку-штопор в положении полушпагат и солнышко на обе стороны. Итак, сегодня мы разобрали крутку под названием штопор. Делитесь своими успехами в инстаграм, используя хэштег AllDreamOnline. До новых встреч в видеоуроках. Пока-пока!